МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость нашей программы Сергей Мартьянов, это генеральный директор ВГУП учебное хозяйство Липовая гора. Здравствуйте, Сергей Павлович. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, раз уж мы начали с темы агротехнопарка, расскажите, что это планируется, с чем это едят, и какое участие в этом будет принимать учхоз? Ну, инициатором создания такого точки роста, по сути дела, образовательного для сельскохозяйственного хозяйства Пермского края является все равно сельхозакадемия и учхоз, чтобы студенты понимали будущее, сегодняшний день, и должны воспринимать это как учебный план. То есть часть проходит теоретические занятия академии, а часть практических занятий должна проходить в учхозе. Агроном должен потрогать землю руками, уже на начальном этапе понимать, куда он пришел. Да, это посмотреть, потрогать, конечно, набраться опыта, хотя бы почувствовать машину, комбайн там и прочее. Мы на сегодня, значит, считаем, что вот такой образовательной площадкой должен стать этот агротехнопарк. Мы его называем, да, называем, потому что, значит, он должен в себя включать прежде всего такие основные специальности, по которым академия проходит обучение. Это животноводство, это растеневодство, это переработка сельхозпродукции, это ветеринария, это механизация. Развитие сельского хозяйства сейчас много всяких вот все-таки... Высоких целей. Да, высоких целей или моделей развития. Одна из них все-таки вот понимает, что все равно не достичь уровня интеллектуального, социального, значит, быта населения, не достичь, молодежь будет уезжать. Значит, тут вот одна из целей, она все-таки не из целей, а вот моделей, это строительство таких агрогородов, которые в будущем, ну, на сегодня у нас это будут такие районы, они точно уже будут заниматься сельским хозяйством, поэтому тут надо, значит, вот на такие районы надо уделять максимум внимания, в которых можно будет создать, значит, такие производственные, как бы, если в районе уже не будет таких деревень, где это все развитие можно сделать, значит, можно из района будет посылать типа вахты или консультантов, или вот этих специалистов. А где-то в агротехнопарке есть уже реализованные проекты в России? Мы объехали много уже областей, посмотрели, значит, где это, как выполняется, как это делается. То есть есть? Да, есть. Ну, сказать, что мы совсем уже уникально что-то тут придумали, я думаю, тоже тут нельзя себе голову морочить, значит, но в целом она идет по всей России, такая тенденция. Мы понимаем, что вот это развитие должно в этом направлении, значит, пока мы все равно своих специалистов будут учить на тех базах, которые у нас сегодня есть. Это сельхозакадемия, это вот сельскохозяйственные колледжи и училища. Кто такие вообще сейчас студенты той же самой сельхозакадемии? Набор специалистов, вернее, студентов идет как по целевому признаку, так и обычным. Дедовским способом. Ну, обычно, значит, набирают баллы и идут, и в основном это, конечно, идут, где высокие баллы, это в основном города или районные центры. Конечно, с человека, который бы любил землю, животных, конечно, бы хотелось, чтобы он приехал из деревни, который бы потом и уехал обратно с деревни, но так как они не могут набрать количество, нужное количество баллов, то они и не поступают. Мы пытаемся это сделать через целевой набор. Через целевой набор. То есть идут пермские, выученные в хороших школах, поступают в сельхозакадемию ради диплома и не едут потом на село. Насколько вообще большой процент и насколько это неприятная ситуация? Сколько остается вот с этими знаниями, с этими деньгами, в них знаниями вложенными, не идет в профессию? Да, к сожалению, такое, значит, есть. Даже если вот у них уехало 25% на село, то через три года остается 8%. И основная часть вот уже специалистов, которые поработав, помучившись там и не увидев тех условий труда, по сути дела, социальных благ, они уезжают обратно. Уезжающих тракторов не хотят работать. Ну, не только. Даже вот мы сегодня говорим, вообще есть такая теория развития человеческого потенциала, которая собой предусматривает, чтобы создать вот этот аграрный потенциал на селе. Но это очень сложно. Там, начиная с тех же, по сути, факторов, которых мы в городе формируем, точно так же создать это на селе. Конечно, это в ограниченном пространстве получается, потому что надо все нам не объять, потому что огромная страна, огромные территории, значит, огромное количество деревень. Такого не сделать. Поэтому вот выходим на агрогорода, которые в будущем. Но это, так сказать, может быть не для нас, потому что у нас еще хватает деревень, хватает районных центров, но где-то уже этого нет. Вот такая ситуация. Я про будущее хотел бы следующее спросить. Не так давно председатель правительства Российской Федерации, Дмитрий Медведев, дал поручение ряду министерств проработать вопрос о создании единой ассоциации сельскохозяйственных страховщиков. Поддерживаете ли вы эту идею? Нет, я понимаю, что Сергей Павлович скажет, нет, я не поддерживаю, я против. Нет, конечно, я вполне понимаю, что страховать сельских производителей нужны только вот эти специализированные такие организации, которые... А потому что, значит, здесь нужно понимание этого тоже дела. Я вот говорил об этом, что даже у нас вот сейчас вроде бы страхуют автомобили, и то там много всяких нюансов, которые могут и хорошо сделать, и плохо. А в сельском хозяйстве огромные объемы и знания вот этих биологических, значит, стеневодческих этих проблем... И даже при ДТП могут подрисовать, а при сельском хозяйстве... Да, поэтому это должны здесь специализированные страховые организации. Ну вот... А вообще, насколько государственная поддержка и региональная поддержка, она, в общем-то, существенна для отрасли? Ну, я считаю, что очень существенно. Вот если брать пример этого года, вот на сегодня в Пермский край сказать, что попал уже в крайнюю засуху, я бы не сказал этого, конечно, многие районы, там, южные районы, они попали в этот период, когда у нас нехватка влаги, превышение среднесуточных температур. Вот в июне, там, месяце, значит, превышение было на 2,3 градуса. Среднее статистически, там, за 60 лет. И нехватка осадков, 50% от влаги. Ну, соответственно, урожай меньше. Урожай меньше, конечно, урожай меньше, но ведь хозяйство вложили удобрения. Все провели, все технологические операции, которые рассчитаны были на максимальный урожай, и они не доберут этот урожай. Им, конечно, значит, они понесут потери. И вот здесь хотелось бы, чтобы вот это сострахование, оно могло вернуть вот эти недостающую часть. Вот не первый год, да, я думаю, что это вообще практика очень многих лет, та же самая проблема с засухой, нехваткой влаги. Сколько молодежи талантливой, может быть, уже пора придумать какую-то культуру, да, которая бы учитывала все эти условия. Ваше же, кстати, вот это, ваше учебное хозяйство как раз еще этим занимается. То есть какие-то научные эксперименты, да, проводятся? Да, на территории учебного хозяйства находится опытное поле Сельхозакадемии, примерно в 250 гектар, на которых постоянно проходят аспиранты, проводят опыты, сотрудники проводят, потому что идет аспирантура, докторантура, студенты занимаются своими, так сказать, дипломатами. Ну так пора уже вывести что-то. Насколько успешно? Нет, насколько успешно. Это очень серьезно, потому что это фундаментальное исследование. Но в целом, значит, вот то, что является для нас сегодня как бы зона рискованного землетелия, конечно, частично можно смягчить эту обстановку. То есть подобрать культуры, которые более засухоустойчивые, подобрать культуры, которые более урожайные, более качественные на корм, на то, что нужно. И? А почему мы этого не делаем? Нет, мы это и делаем. Если вы это делаете, сельхозпроизводители, то почему не делают? Ну, здесь нет. Сельхозпроизводители, там, где есть качественные специалисты, то есть специалисты, которые, ну, они выученные, они вот постоянно проходят обучение и повышение квалификации, и начитанные, они это знают. Значит, Сергею Павловичу надо быть обязательно политиком, потому что вот так вот, отвечая на вопрос, давайте тогда проверим ваше будущее как политика. Сергей Павлович, непростой вопрос может быть, а может быть, наоборот, простой. Земельный вопрос. Вы уже упомянули про большие площади вашего хозяйства, учебно-опытного хозяйства. Недавняя история с землей для многодетных семей, где планировали построить. Пытались земельку отжать. Ну, в такой вот формулировочке. Продолжение эта история получила, нет? То, что мы нашли с местными властями, в основном, вот эту договоренность, что и агротехнопарк как раз на базе этого учхоза и академии, мы пошли, чтобы пошли на уступки и уступили, значит, чтобы они для многодетных, потому что проблему мы знаем, что эту надо решать, и это социальный вопрос. Он не сегодня, завтра все равно и по многодетным где-то возникнет. Да, его смягчает власть. Выделили эти земли, нашли участки, для которых они могут. И на сегодня они уже выделили, по-моему, более двух тысяч участков на наших землях. И еще предполагается. И мы в этом деле им помогаем. А это земли, на которых раньше были посадки? Да, были посевы. А не жалко? Жалко, но надо же все равно, так сказать, какие-то проблемы решать. Да, в будущем. Представляешь, семьи приехали, много детей, они потом выросли, пошли учиться в сельхозакадемии и живут в этом агротехнопарке. Думаешь? Развитие отрасли. Ну, может, не совсем, может быть, так будет. Но, по крайней мере, если это будут хотя бы индивидуальные дома, небольшие дома, тогда, может быть, человек выезжает, он хочет, чтобы зеленый участок был, он хочет природу. К сожалению, наши выезжают как раз, мы же в пригороде находимся, люди-то хотят этой природы, но они выедут и все загаживают. Вот это меня больше всего. Мы каждый год вывозим тоннами, большими тоннами камазами мусор, который гадят как раз вот люди, которые хотят выехать на природу. Культурно отдохнуть. Да, культурно отдохнуть. Жители культурной стрицы. А как вы вообще оцениваете вот эту ситуацию в нашем агропромышленном комплексе? Есть будущее, хорошее будущее, большое будущее, или нам бы его только удержать хоть где-то как-то на плаву? Ну, в целом, я думаю, что будущее это есть. Вот, видите, еще вот проблемы с вступлением в ВТО. Как бы, вот если бы этой проблемы не было, оно бы было идеальным. Вот так и вступлением в ВТО, в кое-каких рамках мы будем ограничены. Хотя вот правительство заверяет, что мы найдем пути, как бы, этих, помогать сельхозпроизводителям через какие-то другие фонды, через другие направления. Потому что прямые направления, вот субсидии, они будут сейчас ограничены, нельзя этого будет делать. Но вот где-то мы найдем какой-то путь. Ну, вот в этом году уже вот новая, как бы, субсидия по гектарам, да? По гектаровкам можно это здесь, да, помогать, да. Все равно она показывает, что, значит, что... Отрасль не оставит? Да, не оставит, но помогает. Верите? И эти, ну, я верю, потому что уже прямые, конечно, идут задержки, но в целом, я думаю, что все хозяйства получат свое, то, что они вот обработают, и то, что уберут, по крайней мере, то, что заявили, вот посеяли, и то, что уберут, смотря, что вот уберут только. Я не помню еще ни одной нашей программы, чтобы гости уходили из эфира без оптимизма. Ну, это, я надеюсь, это хорошо. Это очень прекрасно. Сергей Павлович, ну, в общем, время программы завершено. Спасибо вам за участие. Всего доброго. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо. До свидания. Вы смотрели программу «Ночной гость». Сегодня у нас был Сергей Мартьянов, генеральный директор в ГУП «Учебное хозяйство Липовая гора». А с вами были Оксана Еваева и Николай Решетников. Доброй ночи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова